Это давление газа выбивает воду. Пробили газовую трубу. Эти кадры жители домов по Маршанскому шоссе сняли на свои смартфоны накануне вечером. Параллельно пришлось экстренно вызывать газовиков. К этому моменту аварию ликвидировали. А вот работы по ремонту канализационного коллектора, которые и привели к опасной ситуации, продолжаются. Нас постоянно кормят завтраками, что это скоро всё закончится. То есть крайний срок был 10 марта. 10 марта, как известно, уже прошло. Но ни конца, ни края. Вы сами видите здесь ничего. И постоянно выливается вот эта вот жидкая масса. Дело уже весна. Сейчас все люди начнут открывать форточки. Начнётся массовое испарение всех. Мы не знаем, как мы будем здесь вообще жить просто-напросто. Напомним, что изначально завершить ремонт сетей в компании РКС Тамбов обещали ещё 7 февраля. Но пока рабочие меняли изнушную трубу, здесь случилось сразу несколько аварий. Стоки хлынули в подвалы по меньшей мере десятка многоэтажек во всём районе. Сроки окончания ремонта тогда официально сдвинули на неделю. Неофициально эта неделя длится до сих пор. Гонят, всё бы мы пережили. Если бы это хоть что-нибудь двигалось бы, что-нибудь делалось бы. Вот в чём проблема. Ну мы же видим, вот нет работы. Потом в один часов ночи вдруг приезжают, начинают что-то там варить, что-то сваривать. Что за работа ночью? Днём никаких продвижений нет. Неподалёку от места проведения работ детский сад. Анастасия Горшкова каждое утро ходит здесь со своей четырёхлетней дочкой. Постепенно привычный путь становится всё более сложной полосой препятствий. Перепрыгиваем, пролетаем, на санках перетаскиваем, всё что угодно делаем, чтобы преодолеть это препятствие. Ну, ребёнок маленький, объяснять бесполезно, с шутками и так далее мы это всё справляемся. Но хотелось бы перестать шутить на эту тему. С трудом привыкнув к специфической атмосфере в районе, где идут ремонтные работы, на днях жители ощутили её наличие, что называется, прямо у себя под носом. Подвалы в многоэтажках снова начало затапливать канализационными стоками. У нас канализация в подвалах в пятом, в шестом и в седьмом. В воскресенье почувствовала запах, зашла в подвал свой, и там уже было много воды. Так что я сообщила старшей, звонила в аварийную, но машина не могла приехать, потому что приезжала из нашего домоправления машина, но они сказали, что это не в их некомпетенции. Под окнами тоже картина не лучше. Жители утверждают, что не раз видели, как прямо на придомовую территорию выливались фекалии. Рабочие откачивают канализационную жижу и сливают непосредственно на дворовую территорию. То есть запах, антисанитария. Скорее всего, должны это всё делать специализированной техникой, но делается почему-то так. Кроме того, вчера был порыв газовой трубы. Людей это очень сильно обеспокоило. Мы хотим уже, наконец, чтобы работы были завершены. Никто нам конкретно не говорит, когда закончатся работы. Зато вполне конкретный срок окончания работы в этот раз озвучили нашей съёмочной группе в компании РКС «Тамбов». Если верить заверениям начальника службы технического обслуживания и ремонта сети компании, ремонт должны завершить уже на этой неделе. Работы по ремонту коллектора планируется завершить до конца недели, предположительный срок до конца этой недели. Дальше уже начнутся работы по благоустройству и устранению как раз вот этих всех неудобств, созданных для жителей, также при наступлении благоприятных условий. Работа по благоустройству включает в себя приведение в нормативное состояние, то есть состояние такое, какое было до производства земляных работ. То есть где было асфальтовое покрытие, асфальтовое покрытие восстанавливается, где плитка плиточная, где грунт, соответственно, грунтового. В течение месяца ещё, я думаю, сделают, потому что объём благоустройства тоже там немаленький. В то же время в РКС исключают возможность слива стоков на придомовую территорию. Подвалы также, по словам специалистов, больше не заливают фекалиями. Ссылаются на возможность подтопления грунтовыми или дождевыми водами. Мы продолжим следить за ситуацией. Юлия Савушкина, Евгений Михеев, Евгений Мещеряков, Область новостей.